Короче, привет! Мой доклад про WebPerformance. Кто работал с WebPerformance вообще? Крёво! Крёво! Тогда те, кто работали с WebPerformance, знают, наверное, что делать быстрые приложения непросто. Я скажу это в конце. Да, вот, делать быстрые приложения непросто, но это чертовски важно для вашего продукта, потому что перформанс напрямую влияет на метрики вашего приложения. Как? Во-первых, он влияет на конверсию на прибыль. Например, Алиэкспресс. Попробовали ускорить свой сайт на треть и начали получать 10,5% больше заказов. Google. Попробовали замедлить поиск на полсекунды, и пользователи стали совершать на 25% меньше запросов. А какая-то исследовательская группа исследовала и выяснила, что если замедлить сайт на секунду, то удовлетворенность пользователей снизится на 16%. И таких чисел просто куча. Это во-первых. Во-вторых, медленные сайты чертовски стрессовые. Самый яркий пример — это то, что тот стресс, который испытывает человек, у которого на телефоне медленно загружается сайт, сравним со стрессом, который он испытывает, когда смотрит фильм ужасов. Вот. И в-третьих, ваши пользователи, огромное количество ваших пользователей по-прежнему используют медленное соединение. 67% две трети населения мира по-прежнему используют 2G или 3G. Это значит, что если ваше приложение не работает хотя бы на медленном 3G, то вы теряете вот это вот огромное количество пользователей. Вот. И делать быстрое положение, хотя суперважно, по-прежнему непросто, но в 2019 году это проще, чем когда-либо было, потому что в 2019 году у нас есть инструменты. И давайте посмотрим. Но, во-первых, сначала, как сделать быстрое приложение? Вы хотите сделать быстрое приложение. И где начать? Есть куча метрик, куча штук, на которых вы можете сфокусироваться, на которых вы можете сфокусироваться, которые вы можете оптимизировать. Кто, кстати, знает какие-то метрики? Перформанс-метрики. Отлично, метрика. Окей. О, да, супер. Короче, метрик куча. Вот, метрик на самом деле куча, в них легко запутаться. Но самые важные метрики, на которые вам нужно фокусироваться, это Time to Interactive и Time to First Meaningful Paint. Что они значат? Time to Interactive – это то, сколько… Ой, sorry. Time to First Meaningful Paint – это то, сколько времени проходит с начала загрузки страницы, до того, как на ней появится какой-то контент, который значим для пользователя. Здесь это третий экран. Здесь пользователь пришел посмотреть ноутбуки, и только на третьем экране для него загрузилась картинка ноутбука и текст ноутбука. Первый экран – это просто First Paint. Он… это не First Meaningful Paint. То есть здесь еще ничего важного для пользователя нет. Второй экран тоже недостаточно. Да. Лучше сделать так, чтобы навременной картинкой и текст. Спроси меня в конце, я тогда расскажу, почему здесь текст загрузился в позже картинке. Это из-за кастомных шрифтов. Это из-за кастомных шрифтов. Нет. Нет, это из-за кастомных шрифтов. Шрифт здесь, видимо, файл шрифта здесь… Вначале не показывается. Давай, давай… Да, извини, пожалуйста. Короче, давай это обсудим в конце. Вот. Типа, что… Я просто боюсь, что мы не успеем. У меня доклад. Вот. Я буду рад, я буду рад обсудить в конце. Да. Вот. И вторая метрика. Первая метрика – это то, когда трендился контент важный для пользователя. Вторая метрика – это когда… Это время, которое прошло сначала, до того момента, как приложение стало интерактивным. То есть до того, когда с ним стало возможно работать. Эти метрики важны больше всего, потому что они отражают самые важные вещи. те вещи, которые наиболее важны для пользователя. Пользователь приходит на сайт либо посмотреть что-нибудь, и тогда это time to first meaningful point, либо поработать с приложением, и тогда это time to interactive. Вот. И это то, какие метрики вам нужно трекать, но еще важно знать, какие значения для этих метрик важно трекать. И для того, чтобы знать, какие значения для этих метрик нужно таргетить, не трекать, а таргетить, нужно понимать пару вещей. Во-первых, пользователи становятся нетерпеливыми через одну секунду ожидания. То есть если пользователь, не знаю, нажал кнопку сохранить, и у него эта операция продолжается дольше секунды, то он начинает терять терпение. Во-вторых, средняя скорость медленного 3G, я напоминаю, что у кучи пользователей соединение медленная, средняя скорость медленного 3G — это 50 килобайт, не килобайт, килобайт в секунду. И все это значит, что для того, чтобы пользователь не потерял терпение, вы не хотите, чтобы он терял терпение, потому что это важно для ваших продуктовых метрик, чтобы пользователь не терял терпение, вам нужно нарисовать на экране то, зачем он пришел, за одну секунду. То есть Time to First meaningful pain должен быть не больше секунды. С медленным 3G — это примерно 40 килобайт. 40, а не 50, потому что это время еще включает всякие серверные ожидания и все такое. С Time to Interactive ситуация сложнее, потому что это зависит от вашего сайта. Если у вас какой-то новостной сайт, например, вы New York Times, то пользователи к вам приходят почитать статьи, и тогда вам важно максимально быстро отобразить статью, а все остальные интерактивные компоненты, там комментарии, рекламы, вы можете медленно загрузить позже. Но если вы приложение, то вам нужно сделать приложение интерактивным как можно быстрее, потому что если пользователь не дождется, он уйдет. Поэтому в целом это зависит. Но общая рекомендация — старайтесь держать Time to Interactive максимум 5-15 секунд. И помните, что пользователи теряют внимание после 10 секунд. То есть если у них что-то занимает дольше 10 секунд, они просто переключатся на другую задачу. Вот. И это то, какие метрики надо трекать. Кто знает, где их трекать? Отлично. DevToZ где именно? Ура! Молодцы! Вы это все знаете. Вот. Короче, в DevToZах есть вкладка Audits, в которой работает гугловый продукт под названием Lighthouse. И этот Lighthouse предоставляет кучу аудитов, в частности, Audit Pro Performance. И этот аудит Pro Performance показывает кучу всякой полезной инфы, в частности, те самые метрики, которые вам интересны. Вот. Запустить этот аудит очень просто. Вы просто открываете DevToZ и тыкаете в эту вкладочку, и все. Вот. Короче, важно иметь… Вот это те метрики, которые важно таргетить. Теперь давайте посмотрим, как реально оптимизировать приложение. И начнем с Time to First meaningful paint. Итак, у вас есть одна секунда и примерно 40 килобайт на медленном 3G для того, чтобы нарисовать для пользователя то, зачем он пришел. Это немного. Например, React и ReactDOM минифицированные джизипованные занимают 301,6 килобайт. LOD занимает 24 килобайт. Moment занимает 64 килобайта. То есть вероятность того, что вы сможете свое приложение впихнуть в эти 40 килобайт минимальная. Поэтому вместо того, чтобы пытаться впихивать приложение в эти 40 килобайт, вам нужно делать другие оптимизации, которые позволят отрендерить на экране meaningful content, как можно раньше. И эти оптимизации это сервис-сайт рендеринг, critical CSS, предзагрузка и серверная оптимизация. И окей, сервис-сайт рендеринг. Кто знает, что такое сервис-сайт рендеринг? Окей, отлично. Короче, самый простой способ что такое сервис-сайт рендеринг? Самый простой способ засервить какое-то, то есть отдать пользователю какое-то сингл-пэйдж приложение это просто бросить на страницу div скрипт и отдавать эту пользователю и скрипт загрузится у пользователя, отрендерится приложение и все будет работать. это простой способ но он медленный сервисы тренд рингом при каждом запросе на сервер страница рендерится на сервере сервер берет html трендеренной страницы и вставляет его в http ответ и таким образом клиент который сделал запрос получает себе этот http ответ и может отрендерить страничку сразу же не дожидаясь того чтобы сказать чтобы что скрипт загрузится отрендерить эту страничку медленно самостоятельно вот и сервисы трендеринг обычно реализуется сложно то есть вам нужно найти какой-то кусок кода в интернете скопировать его разобраться в нем подстроить его под ваши тузы и все остальное но это где-то 19 это делается проще чем когда-либо потому что у нас есть инструменты которые делают это за нас и один из таких инструментов это фреймворк next.js для реакта или фреймворк new js для view что такое next.js или new js next.js это на джесс это простой фреймворк для реактора это легкий фреймворк для реактора который похож на create react app то есть он позволяет легко начать делать приложение он не ограничивает вас сильно в его структурирование он прячет под капотом сложность без build tools of но при этом он из коробки делает вам сервисы трендеринг он делает код сплитинг он делает предзагрузку и единственное ограничение этого фреймворка это фреймворк для реактора в том что вашим роутером должна быть файловая система то есть если у вас есть четыре роута слэш слэш профайл сэш профайл сэш тинг слышь баут то они должны быть представлены вот такими файлами на файловой системе пайджи слышь индекс пайджи слышь профайл и так далее вот даже это на самом деле обходится для это просто нужно писать больше кода и таким образом ой сорянчик вот таким образом вот этот вот это ограничение роутера на файл системе она может стать препятствием для миграции существующего приложения но она все равно обходится просто нужно писать побольше кода но если вы мигрируете существующее приложение то у вас будет и сервер сайта рендеринг и все вот эти плюшки а для но а для ног приложений на gs подключается супер просто вот и это все про сервер сайт рендеринг никаких сложных кусков кода на слайдах ничего вот просто инструмент которую подключаете используете он делается за вас вот и дальше у нас критический css critical css а окей вы наверное знаете кто слышал не знаю кто знает что стиле блокирует рендеринг окей хорошо что это значит стиль блокирует рендеринг это значит что браузер не отрендерит вашу страничку пока на ней не загрузится все стиле то есть даже если вы делаете сервер сайт приложить приложение которое рендерится на сервере вы даете html к на клиент то браузер все равно не сможет отрендерить его сразу же потому что ему еще придется дождаться пока загрузится стиле это на самом деле имеет смысл потому что если бы браузер не дожидался стилей то странички в самом начале выглядели будут так вот и только потом после загрузки стиле менялись бы на вот на вот такие но то есть это имеет смысл но проблемы со стилями проблема со стилями в том что стиле часто включают css не только для текущей страницы но еще и для кучи других страниц и для кучи другие страницы для каких-то модальных модалок которые никогда не отрендерится на самой странице нужно будет всегда нажать кнопочку для того чтобы они появились вот и это значит что кучу css а пользователь грузит без пользы и этого и это вся куча css задерживают ваш time to first meaningful paint и для борьбы с этим придумали подход критикал css и кто знаешь такой критикал css что-то да да вот да вот все правильно короче критикал css это такой подход эта идея это не инструмент эта идея в которой которая говорит вам что для того чтобы для того чтобы отрендерить страницу быстрее вам нужно во первых разбить css на критический тот который прям нужен для для загрузки текущей страницы и не критический заин лайнить критический css в html для того чтобы браузер он делал лишний запрос и загрузить и применить не критические стили позже асинхронно для того чтобы они не блокировали рендеринг страницы вот это все звучит сложно руками я бы совсем не хотел разбивать мои стиль на критические не критические поддерживать это но к счастью у нас есть инструменты и первый первый такой инструмент это критикал от иди османи который берет html страничку прогоняет ее через headless браузер и пытается понять какие стили нужны для рендеринга этой страницы на выходе выдает файл с со стелями которые нужны были нужны именно для этой страницы он работает довольно хорошо он но при этом он не очень хорошо подходит для сложных динамических приложений потому что он заточен под статические html страницы другой инструмент это css in gs библиотеки кайф css in gs библиотек в том что почти почти любая css in gs библиотека поддерживает сервис от рендеринг это значит что каждый раз когда в рендерите приложение на сервере эта библиотека может понять понять какие стили вы используете в этом рендере собрать их и дать вам видео одной строки и вы можете эти стили засервить на клиент и это помог и при каждом рендере css in gs библиотека дает вам именно те стили прям вообще идеально те стили которые нужны для рендеринга это именно этого экрана и это просто работает то есть вы просто пишите код вам не нужно делать вообще ничего особенного вот все ставят компоненты это делается четырьмя строками например дальше предзагрузка еще один способ еще один способ улучшить time to first meaningful paint это предзагружать при загрузку улучшает тандыфе смене full paint не для текущей страницы а для следующих страниц то есть для текущей странице time to first meaningful paint улучшается благодаря сервиса трендерингу и критическому css перезагрузка помогает улучшить его для следующих страниц и о при загрузке обычно есть два подхода это при загрузка ресурсов и при загрузка данных при загрузке ресурсов делается просто на на низком уровне для при загрузке ресурсов обычно используют такие штуки как не знаю линк рэл при ферч или htp2 сервер push но здесь я не буду про них рассказывать потому что с инструментами вам практически придется ними работать в 2019 году с инструментами у нас есть у вас есть next gs который позволяет дописать компоненту линк проб при ферч и одним дописыванием этого пропа а при загружать те файлы которые нужны для рендеринга этого роута то есть если у вас есть страничка которая ссылается на профиль next gs за код сплитит это все на несколько файлов и если вы на сталь на той страничке которая ссылается на профиль добавить в компонент линк проб при ферч тоник же с фоне на этой страничке загрузит все файлы которые нужны для рендеринга профиля и при клике на профиль от рендерит страничку мгновенно это next gs кроме того в випаке есть магический комментарий випак при ферч true они его так сами называют по моему который инструктирует випак тоже предзагрузить тот тот чанг который вы код сплитите с помощью функции импорт есть привод випак плагин который позволяет предзагружать вот эти все динамические чанки есть в ворк бокс и пак плагин который предзагружает кэширует фоне все ваши вообще все ваши ресурсы сервис-воркером это предзагрузка это была предзагрузка ресурсов перед загрузкой данных сложнее потому что для нее пока что готовых инструментов нет но это все равно клево оптимизация например мне очень нравится пример сайта дэвту которым на котором когда вы скролите когда вы наводите мышкой на какой-то пост дэвту предзагружает данные для этого поста момент ховера и благодаря вам тот момент когда вы кликаете на этот пост этот пост рендерится мгновенно потому что данные лета поста уже предзагружены вот и как я сказал для этого и для этого готовых инструментов еще нет но например для next.js а есть example то есть там кусок кода который позволяет добавить в линк проб виздейта который короче если вы сделаете все то что описано по этой ссылке то next.js научится еще перезагружать еще и данные которые нужны для каких-то страничек и если вы не используете next.js или nukes.js то вы можете написать свой каст свое кастомное решение вот и последняя оптимизация для time to first meaning full paint это серверная оптимизация есть куча штук которые улучшают время ответа сервера это http 2 это заголовки там время ответа сервера или другую или другие штуки связанные соединением это http 2 это cdn это брат лежать и все такое и кто-то кстати настраивал не знаю брат ли или http 2 самостоятельно один человек неловко еще один человек поняла руки вот короче фишка в том что настраивать это все сложно особенно если вы фронтендер или я фронтендер вот но опять таки есть штуки которые делают это за нас одна из таких штук это cloudflare 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 это сервис который пропускает все запросы к вашему сайту сквозь себя и применяет кучу оптимизации на ходу вот выглядит это вот так и cloudflare на ходу применять speed 2 соединения применять брод лежать и применять cdn у него быстрое время ответа от сервера он даже защищает от атак ddos вот и подключается он супер просто вы просто переносите свои dns если вы знаете что это делать то вы если вы знаете что что делать вы просто переносит если вы знаете как это то вы просто переносите свои dns серверов cloudflare если вы не знаете вы пингуете ближайшего сис админа и он делает это за вас вот и вот эти штуки бесплатные у них есть более более продвинуты платные инструменты ну вот эти штуки бесплатные и 2 инструмент на intrel fight статически это костинг для статических сайтов которые тоже делает все эти пневмизации он супер крутой он супер удобный Вот. И это time to first meaningful point. Первая важная метрика. Для того, чтобы ее улучшить, нужно делать сервис сайт-рендеринг, критический CSS, предзагрузку и серверной оптимизации. Вот. Вторая метрика — это time to interactive. Это то, как быстро пользователь может взаимодействовать с вашим приложением. И эта метрика тоже важна, потому что если пользователь… если ваше приложение рисуется быстро, но начинает работать долго, то для пользователя это будет выглядеть как-то вот так. Да. Вот. Звуки… Короче, это больно. Звук PPP, да. Короче, звуки пришлось замьютить. И главный источник задержек в time to interactive — это JavaScript. Одна важная штука насчет JavaScript — это то, что… насчет JavaScript — это то, что он более проблематичный, чем другие ресурсы. Все другие ресурсы, стили, картинки, шрифты, в основном задерживаются временем сети. То есть самая медленная штука в них — это сеть, браузер. Браузеру нужно потратить время на то, чтобы загрузить этот ресурс. И потом, как только он его загрузил, он быстро его применяет, и все. JavaScript есть другая проблема. Совершенно другая проблема. JavaScript помимо загрузки еще и выполняется. И это тоже занимает кучу времени. Например, вот это перформанс-рекординг одного популярного сайта для бронирования отелей и квартир. Вот, я… вот, это перформанс-рекординг. Я замедлил… я замедлил… На самом деле, я боюсь, чтобы мне не пришлось платить. Вот, я замедлил этот… я замедлил этот сайт с замедлением сетей процессора, чтобы лучше воспроизвести обычную пользовательскую обстановку, обычную пользовательскую железо-сеть. И вот этот вот скрипт… Тут есть один скрипт, который загружается 240 миллисекунд. Это кажется немного, но таких скриптов куча, да. Но вот этот скрипт, он загружается 240 миллисекунд. Но когда он загрузился, он выполняется еще 150 миллисекунд. и это больше половины времени загрузки. Это очень много, потому что таких скриптов куча. И, то есть, это… ситуация разнится для разных скриптов. Какие-то выполняются быстрее, какие-то медленнее, но в целом ситуация выглядит вот так. И решение для того, чтобы JS работал быстрее, это загружать меньше JS. И… да. И для того, чтобы загружать меньше JS, нужно делать код сплитинг и оптимизировать зависимость. И давайте начнем с код сплитингом. Кто знает, что такое код сплитинг? Хорошо. А кто делал код сплитинг? Супер. Да. Когда вы делаете сингл-пэйч-приложение, самый простой способ сделать это приложение, это… Самый простой способ настроить вип-пак. Это скопировать несколько строк из гайда, скомпилировать все приложение в один бандл и бросить этот бандл на клиент. Вот. Это просто, это быстро настраивается, но это значит, что если у вас на сайте 10 страниц, а пользователь заходит только… всегда только на одну страницу, то каждый раз, когда он заходит, ему придется загружать код для оставшихся 9 страниц. И это, соответственно, очень замедлит ваш time-to-interactive. Для того, чтобы решать это, придумали код сплитинг. Код сплитинг – это… Как работает код сплитинг? С код сплитингом вы разбиваете ваш бандл на несколько более мелких бандлов, мелких файлов, например, там по страницам или каким-то еще образом. Для каждой страницы загружаете только те бандлы, те файлы, которые нужны на этой странице. И оставшиеся бандлы предзагружаете в фоне. И опять-таки у нас есть инструменты. Как настраивать веб-пак я рассказывать не буду. Это больно. Чтобы не настраивать веб-пак, устанавливаете Next.js или Nuke.js. И Next.js или Nuke.js делает код сплитинг автоматически. За вас вам не нужно ни о чем думать. И он также перезагружает другие роуты в фоне, коды для других роутов в фоне, если вы укажете prop.prefetch. У веб-пака есть функция import. С помощью которой вы можете взять и вынести какой-то большой кусок кода в отдельный файл. Если у вас есть модалка, на которую кликает, не знаю, 1% пользователей, то вы можете не загружать эту модалку для всех пользователей, а обернуть ее импорт в вот эту функцию. И веб-пак вынесет вам эту модалку в отдельный файл и загрузит ее динамически в тот момент, когда вы вызовете этот импорт. Перезагрузить этот бандл, этот чанк, можно будет с помощью комментариев в веб-пак.prefetch.true или веб-бокс веб-пак плагин, про который я уже упоминал. Вот. И вторая оптимизация для time-to-interactive – это оптимизировать зависимости. И, например, Moment.js включает в себя 165 килобайт файлов локализации, которые вам вообще не нужны, если ваше приложение не поддерживает… Если вашему приложению не нужно поддерживать 100 или 200 языков, которые там есть, каждый компонент React-приложения включает в себя prop types, которые не используются в production bundle, но все равно в нем присутствуют. В bundle слишком просто включить все эти 200 методов, из которых вы, возможно, используете только 10 или 20. И для того, чтобы оптимизировать эти зависимости, мы с Google сделали репозиторий с простыми хинтами для разработчиков про то, как уменьшить размер той или иной библиотеки в зависимости. И обычно это один Bable плагин или веб-пак плагин, который вы подключаете в конфиг, и благодаря которому ваше приложение становится на 170 килобайт меньше, например, если это Moment.js. Вот. И вот. Time to Interactive оптимизируется код сплитингом и оптимизацией зависимости. И чтобы просуммировать, перформанс важен. Чтобы оптимизировать перформанс, оптимизируйте Time to First Manifull Point, Time to Interactive. Делайте сервис-сайт рендеринг, critical CSS, сприт-загрузку, сервисной оптимизации, код сплит и оптимизируйте зависимости. И с вами был Иван Акулов. Я founder. Первый, мы помогаем компаниям делать приложения быстрее. Мы работали с Google, Quantum Metric, коммерциями и другими компаниями. И идите и делайте быстро. Спасибо. Круто. Слайды есть вон там. Раз, раз, раз. Боже, сколько. Ну, пять вопросов. Пять вопросов. Так ты задавал. О, прям полчаса. Ну, тебе еще к нам дадут. Спасибо за доклад. У меня пара вопросов. Первый вопрос. Ты… Ну, ладно. Спасибо, что пришел. У ВПАКа есть mini-CSS плагин, с помощью которого можно… Это аналог код сплитинга для CSS. Mini-CSS экстракт плагин, да. Ага. Я прошу прощения. А, нет, нет. Mini-CSS плагин. Да. Схож ли он с принципом critical CSS? И насколько правильное решение вообще вырезать CSS для таких страниц? Угу. Да. Я бы сказал, короче, вопрос про то… А, ну, все слышали, наверное, вопрос. Вопрос про то, является ли ВПАКовский плагин, mini-CSS экстракт плагин. Короче, относится ли он к critical CSS и в каких случаях его нужно использовать. Он не pro-critical CSS, он скорее про куширование. То есть, по умолчанию, когда вы импортируете какой-то CSS файл в ваше приложение, он включается в JS Bundle. Это значит, что пока вы JS Bundle не загрузите, у вас этот CSS не применится. Вот, страничка. То есть, страничка либо отрендерится без стилей, либо что-то еще с ней произойдет. Вот. Этот плагин, он позволяет этот CSS файл, который по умолчанию включается в JS Bundle, вынести в отдельное приложение. И, ой, сори, вынести в отдельный файл и загружать его отдельно. И благодаря этому CSS лучше кэшируется и загружается быстрее. Всякие такие плюшки. Но, кстати, в пятом випаке это поменяется. Випак начнет поддерживать CSS напрямую. И это, по идее, наверное, этот плагин больше не будет нужен. Так, следующий вопрос. Спасибо за доклад. Было интересно уточнить. Вы рассказывали про критические CSS, инструменты, которыми пользуетесь. А как вы соединяете получившиеся CSS с припроцессорами, если они используются на сайте? Ну, я лично люблю использовать Stout Components. Припроцессоры я при этом не использую. Хотя там, по-моему, я не уверен, по-моему, там можно подключить пост-CSS. Да, да. Это уже пост-процессор получается. А, ну, да, наверное. Вот. Если вы используете SAS или LES или отдельные CSS файлы, то серверсайт ри... О, sorry, критический CSS сделать сложнее. Но для этого... Вы можете для этого пробовать critical.idiosmany, про который я упоминал. И, по-моему, на GitHub-странице там есть ссылки на аналогичные инструменты. Но я не уверен. спасибо еще за доклад у меня к тебе вопрос ты говоришь что джесс это самый сложный в плане оптимизации ресурс но при этом ты горишь и css ngs не противоречит ли это друг другу идея в том что css есть если если ты используешь css ngs библиотеку то ты тебе очень просто взять css который критический и отрендерить его именно css то есть не в составе бандла она в тот момент когда сервер делает сервис от рендеринг ты его я потерял мысль вот да ты ты css возьмешь ты его вставишь в стимули ответ и после этого в принципе не особо то есть остальное принципе не особо важно главное что твое приложение отрендериться быстро каким образом загрузится остальное css загрузится на отдельным css файлом и загрузится в составе бандла в принципе это немного влияет на кэширование но в целом я считаю это не так важно важнее чтоб страница отрендерилась быстро не все у меня есть вопрос спасибо за доклад первую очередь у меня больше такой вопрос почему не было сказано про загрузку загрузку шрифтов фаут фоид и прочее то есть было сказано даже про идиосмане но про шрифты не было блин это клево да вот на самом деле больше дополнение потому что шрифты по большей части влияют тоже на загрузку короче для шрифтов по я я на ходу скажу для шрифтов есть такая классная штука можно писать я счету вот есть такая классная штука какой да что листкая классная штука как фонд дисплей я надеюсь вы поймете то что пишу пальцем на экране вот здесь шрифтов есть такая же классная штука фон дисплей это свойство которое вы указываете в фон фейси который позволяет вам настраивать как именно браузер будет применять ваши шрифты типа а вот помимо писать помимо по поводу шрифтов ты как раз спрашивал на той на тех картинках которые которые были в начале презентации шрифты загрузить позже картинок потому что на сайте используется костомные шрифты по умолчанию браузер ждет три секунды а для того чтобы либо шрифты загрузились либо на трендерил текст фоллбак фоллбак шрифтом вот и поэтому там картинка загрузилась быстрее чем кастомные шрифты поэтому картинка трендилось быстрее так вот font display позволяет позволяет сказать браузеру штипа нет браузер все таки отрендерим не текст сразу же, а шрифт догрузи потом и перемени потом или не перемени потом. Вот, фундисплей позволяет это настраивать. Но спасибо, да, на самом деле про это стоит включить. Так, у кого еще были вопросы? Тебе. Спасибо за доклад. Вначале сказали там обзор на том, как это влияет на бизнес, сколько угол потеряет, много таких исследований. Поэтому главный вопрос. Это понятно, как сделать. Прекрасный обзор того, что можно сделать. Можете сказать, вот кто после этого должен встать и побежать, все это именно переделывать. То есть какой тип компаний, проектов должен применить и какие именно? Это суперполезно и-коммерциям. Про и-коммерцию вообще есть куча исследований про то, что чем медленнее сайт, тем больше там падает конверсия. Это вода мокрая, понимаете? Конкретно. Есть у меня у друга веб-магазин, где так называется. Сделан он там за тысячу долларов. Это и-коммерциям? Это и-коммерциям, деньги зарабатывают. Вопрос в том, что оптимизация, сколько нас, вот вы продаете эту услугу, вы не знаете, сколько она стоит. Вы как-то сравниваете стоимость самой оптимизации и то, сколько конкретно получат недополученные прибыли на своем веб-магазине. То есть декоммерция должна включаться с какого-то объема. Как вы это считаете? Мы пробуем это, нам компании пока не предоставляют. Короче, я, то есть, честно, я прошу компании, там, не знаю, я просил компании поделиться метриками, мне пока что метрик вот этих именно конверсий и всего такого мне не давали. То есть вы не консультанты, вы продаете просто техническую услугу, если они хотят это купить. Вы просто это делаете. А они для себя считают сами. Вы не предлагаете solution, решение, что вот вам это нужно, потому что… Можно потом отдельно обсудить. Нет, я просто… Ты идешь на биржес? Ладно, ну, короче, если пойдешь, то можем там поболтать. Рабудрат поболтать. Окей, спасибо еще раз за доклад. Да. Окей, может, я задам вопрос. Короче. Ладно, пока они там разбираются. Слышно? В общем… Супер. Очень громко. Супер. Ваня, спасибо большое за доклад. Очень классный доклад. У меня такой вопрос. Слышал ли ты о библиотеке GES-JES? Нет. Про что она? GES-JES, библиотека Эдди Османи, Минка Гечева и так далее, они разрабатывают библиотеку, которая тоже позволяет загружать страницы, используя Machine Learning и данные с Google Аналитики. Я слышал про идею, я не знаю, точнее, я не знал название, я не использую эту библиотеку. Хорошо, тогда, да. Мне просто было интересно, пробовал ли ты ее применять. Нет, к сожалению, нет. Окей, спасибо большое. Окей, тут, в общем, у нас тоже стал вопрос о перформансе и такая штука, что в Европе, например, наш проект, короче, грузится быстро, а в Штатах, короче, медленно. Вот, поэтому я хотел просто уточнить, что в первую очередь нужно обратить внимание не на вот эти, короче, сложные оптимизации, а на CDN, чтобы ассеты, короче, доставлялись быстро, локально. Вот, и еще хотел добавить по поводу Chrome Labs. Релизнули такую библиотеку, как QuickLink. Это штука, которая позволяет предпетчить только то, что есть во вьюпорте, то есть линки, которые попадают в вьюпорт, когда в браузер, короче, не занят какой-то посторонней работой. То есть тоже не требует, короче, реакта трубой. Спасибо. Спасибо. И последний вопрос. Все, последняя рука, я вижу. Там у тебя есть микрофон. Быстро, ну это будет 4 быстрых вопроса. Значит, первый. Во-первых, после доклада мне стало очень страшно за современную разработку. Это ж, я не знаю, это есть. Люди, наверное, вообще документации не читают, им приходится такие доклады делать. Это сложно, да, переварить, потому что казалось, что... Давай вопрос. Иван, слышали вы про такую вещь, как ложная корреляция? Да. Да, хорошо. Дальше, второй вопрос. Знаете ли вы вот этот интереснейший пример от Боинга, по-моему, про три оливки? Нет. Ну когда одну оливку? Не, ну я, наверное, понял, чему ты ведешь ко всем. Сейчас, 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 я не буду. Сейчас, продолжу, да. Давай, давай, Алеша, давай. Про оливки это толст или... Нет, нет, про оливки это когда убрали одну оливку и стало дешевле. Намного дешевле обслуживать самолеты. И третий вопрос. Вы когда-нибудь сталкивались с механизмами работы Google ботов? Что вы про это знаете? Ты имеешь в виду кроллинг ботов? Которые индексируют контент. Да. Собственно говоря, это все, что связано с вашим докладом. В SEO я, честно, я разберусь хуже. Я примерно знаю, как они работают, как они видят страницы. Ну, в общем, я вам так скажу. Весь ваш доклад – это молитва для того, чтобы Google ботов было намного проще. Это не про Google ботов. Это вообще про пользу. Нет, на самом... Нет, на самом... И вот, собственно говоря, четвертый риторический вопрос. Вам не кажется, что вы продаете... Ну, вот, хорошо заметил молодой человек по поводу, там, услуги и все такое. Это какой-то... Получается. Вы... Вы помогаете Google за наши же деньги экономить на нас же... Знаешь, как бы, вот приезжал... Я сейчас скажу чуть-чуть. Вот там было про 0... Сколько там процентов у Google упал поиск? 25. Так вот, чувак, который улучшил выдачу в Google на несколько секунд, улучшил по показателям, в среднем, по больнице. Как бы просто работает, занимается там, чем хочет, и он уже все. Он уже там... Ну, если ты создаешь вот эту атмосферу... Не-не, просто он решил проблему в Google, и он там. Вот тебе ответ. Больше ничего. Я отвечу, что мне платят, чтобы я оптимизировал сайты и помогал Google зарабатывать меньше. Ой, точнее, зарабатывать больше и тратить меньше. На самом деле... Короче, не знаю, мне платят. Отлично. Как говорится. Спасибо. Классный доклад, классные ответы. Тебе нужно выбрать один самый лучший или запоминающийся. А где футболки? Вот две футболки. А, вот все. А у меня есть две футболки? А, нет, у меня есть одна футболка. Нет, это мы оставим. Ну, давай, назови человека, ткни пальцем, мы ему отдадим вот эту футболку. Мне очень... Человек, который спросил про футбол дисплей. Точнее, про шрифты. Во, да. Давай тебе дадим. Спасибо. Мне очень понравилось твое дополнение. Это бежевое. У нас два ладнинга, поэтому давайте... Ну, я не знаю. Поднимите руку, кому нужен перерыв, а кому не нужен перерыв. Не нужен перерыв. Не, нам нужно просто очень быстро закончить уже, потому что люди засиделись, устали. Да, аплодисменты, и мы...